19 марта 1986 года Иван Яремчук отметил свое 24-летие дублем ворота Венского Рапида. «Динамо Киев» с общими 9-2 разбирает на запчасти австрийскую команду и уверенно выходит в полуфинал Кубка обладателей кубков. Отец Ивана, находящийся в это время на переполненном республиканском стадионе в Киеве, весь светился от счастья и с гордостью говорил окружавшим его болельщикам «Это мой сын». Сто тысяч поклонников киевского «Динамо» в едином порыве скандировали фамилию Яремчук, поздравляя его с днем рождения. Это был пик признания Ивана Яремчука, пик его популярности. На следующий день по пути в школу мои соседи и одноклассники всю дорогу выражали восхищение игрой Ивана Яремчука, а один из братьев-близнецов резюмировал. Вот бы в каждом матче кто-то из футболистов киевского «Динамо» день рождения отмечал как Яремчук. Да, в 1986 году киевляне были на пике своей физической формы, что позволило им выиграть все турниры, в которых они принимали участие. И одной из главных скрипок в том слаженном оркестре Валерия Лобановского являлся Иван Яремчук. Путь этого классного игрока в футболе напоминал известную всем сказку про Золушку. Когда из малоизвестного игрока команд второй лиги Черкасского Днепра, а потом киевского СКА и сразу же в основу киевского «Динамо», где Яремчук выглядел звездой первой величины. С Иваном в команду пришел Игорь Биланов, раскрылись по-новому Василий Рац, Павел Яковенко, Александр Заваров, Олег Кузнецов. Да и старая гвардия блистала. Олег Блохин, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Сергей Болтача, Вадим Ятушенко, Андрей Баль, Виктор Чаннел. То была великая команда, которая всем составом вместе с запасными отправилась на мексиканский чемпионат мира, где Иван Яремчук продолжал блистать. В Венгрии на старте забил, причем ценой травмы. Да, такой вот он был, Яремчук, бесстрашный. Шел на мяч, отбросив осторожность прочь. С одной лишь целью в голове – помочь добиться успеха своей команде. За это и пострадал. 27 августа 1986 года, в самом начале второго тайма финала Кубка Сантьяго-Барнабео «Реал-Мадрид-Динамо-Киев», новоиспеченный чемпион мира Хорхе Вальдано в пылу борьбы сломал Яремчука. И хоть аргентинец потом приходил в госпиталь к Яремчуку и просил извинения, а представители «Реала» подарили Ивану позолоченные часы, от этого футболисту легче не стало. Впрочем, как и киевскому «Динамо». Многие склоняются к тому, что эта травма сломала всю дальнейшую карьеру Ивану Яремчуку. Мол, после перенесенной боли и страданий игрок уже не шел так безбашенно в борьбу. Думал перед тем, как вступить в жесткое единоборство. Только вот играл Яремчук до 36 лет. Завязал с большим футболом в 1998 году, когда почти все его бывшие одноклубники уже давно повесили бутсы на гвоздь. Как по мне, Яремчуке после травмы в 86 играл на довольно высоком приличном уровне, но игрока делает команда, и наоборот. А киевская «Динамо» после фееричного сезона 86 года больше не блистала, включая и чемпионский сезон 1990. Я имею в виду ту игру, которую демонстрировали киевляне в 1985-86 годах. Это был пик киевского «Динамо», вершина совершенства команды Лобановского, в которой, повторюсь, Яремчук был одним из лидеров, даже не так. Иван являлся золотой шестеренкой, рядом с другими золотыми деталями, в той отлаженной «Динамо» машине, которая сносила на своем пути всех и вся. Так что Яремчук приугас вместе с «Динамо». К тому же, почти никто не вспоминает травму Яремчука 19 марта 1988 года, которая надолго выбыла его из игры. Да уж, свое 26-летие Ивану неприятно вспоминать. Наверняка выходил на игру с одесским черноморцем с настроением огорчить гостей и порадовать 54 тысячи зрителей на республиканском стадионе голым. Ну, или на крайний случай результативной передачей. Но, увы, не удалось. Яремчук быстро покинул поле уже на 16-й минуте. Вот именно поэтому в сборной СССР Иван в период с 1986 по 90-е годы сыграл всего 18 матчей. Из-за травм пришлось пропустить много игр и Евро 1988. Но когда Яремчук выходил в составе сборной, то держал свою высокую марку. Начиная с 1991 года, Иван поколесил по Европе, вкусив нелегкий хлеб легионера. Германия, Россия, Израиль. Неудачная попытка возвращения в Киевское Динамо 1995 и пути дороги опять. Чехословакия, Казахстан, Россия. Снова возвращение в Украину. Ворск, Лапалтава, Прикарпатия. В это время Яремчук пристрастился к игре в казино, проигрывая не только огромные суммы, но и квартиру, автомобиль. В общем, все, что заработал нелегким футбольным трудом. Как признавался сам Яремчук, просто у меня такая натура. В Германии одному было скучно, нужно было как-то убивать время. Деньги имелись. Куда еще заходить было? Вот и затянуло. А всех нас, болельщиков, затянула игра того нашего киевского Динамо Dream Team 1986 года, в которой Иван Яремчук – незаменимая золотая шестеренка команды звезды, которой очень трудно кого-то выделить. С вами был Саныч, до новых встреч!